Здравствуйте, друзья! С вами Александр Великий, главный фанат Бионикл на Ютубе. И сегодня я хочу поговорить об одном из символов серии, Аксаларе Т-9. Она относится к числу самых ярких наборов обоих поколений. О ней слышали все. Чем же вызвана такая популярность? И оправдана ли она? Справочную информацию о наборе вы видите на экране. Теперь давайте рассмотрим его подробнее. Пилотирует Аксалару Туа Лива. Для этого его адаптивная броня приняла специальную форму. Отдельно от машины она не существует, поэтому не так уж и важно, как Туа смотрится. Хотя серебряные тапочки не к месту. Зря олеговцы не захотели перекрашивать деталь. По сравнению со своим воздушным обликом, Лива не слишком преобразился. Впрочем, на мой взгляд, суть адаптивной брони в этом и должна состоять. Наиболее заметны изменения, произошедшие с Канохи. Дизайнерам передаю большое спасибо за то, что они не сэкономили и модифицировали обе детали маски. Аксалара без пилота смотрится пустовато. Не хватает центрального элемента. Лива крепится в четырех местах – за щиколотки и за ладони. Руль может вращаться в своей оси, но не поворачиваться. Вместе с Туа машина играет по-новому. Отлично работает цветовая гамма. Зелёные ливы контрастируют с основным цветом аксалары, но при этом на самой машине есть его отклики на концах стрел. Несмотря на наличие повторяющихся элементов, дизайн не кажется однообразным. Различные детали сменяют друг друга, формируя облик, на который не скучно смотреть. Я восхищаюсь тем, как леговцы поработали над отделкой машины. В конструкции много дыр, всё-таки это техник, но мне приятно видеть, что они старались их прикрыть. Я в принципе рад, что дизайнеры используют специфические бионикловские детали, как фирменный знак серии. Центральные панели можно открыть, но я смутно представляю зачем. Для доступа к каркасу, если какие-то детали отойдут. С помощью ручки передний отсек раскрывается, обнажая два скайбластера мидок. Они идеально вписываются в дизайн. Здесь они не кажутся громоздкими, как в руках канистровых наборов. Каждый бластер вмещает по четыре снаряда. Аксалара, подобно кораблям из Звёздных войн, трансформируется для полёта. Прежде всего нужно убрать складные опоры с помощью нехитрого механизма. Последняя ручка отвечает за самую значительную метаморфозу. Вращение передаётся в небольшой механизм, который распрямляет стрелы. Потрясающе! Простая идея, несложная конструкция, зато как эффектно смотрится! Для удобства игры с набором леговцы предусмотрели рукоять. Безупречный баланс. Эталон гармонии. Она прочная и, разумеется, способна выдержать нагрузку при игре. Хотя нужно понимать, что предел у неё всё-таки есть. Машина довольно увесистая. Всё-таки более полуметра в длину. Но держать её не тяжело. Если ребёнок не совсем маленький, конечно. Пользуясь случаем, покажу, как она выглядит сверху и снизу. Ракурсы не основные, но уровень отделки с этих сторон не проседает. Нельзя не сравнить Аксолару с её соседями по модельному ряду. Рокох Т3 смотрится как её младший братец. Это тоже великолепный набор, но далеко не настолько впечатляющий. Джитракс Т6, напротив, на Аксолару не больно похож. Он заметно выделяется своим строением и, на мой взгляд, выглядит немного громоздким из-за большой кабины. Но об этом мы поговорим подробнее в его обзоре. На одной из трансляций меня спрашивали, какие наборы должны быть в коллекции у каждого фаната Бионикл. Аксолара определённо входит в этот список. Но не потому, что без неё вы не фанат. А потому, что этот набор великолепно демонстрирует, каких высот достигала серия. Я не могу найти в наборе объективных недостатков, кроме хрупких суставов. Возможно, любители серии техник к подобным моделям с переплетающимися балками относятся более спокойно. Но я от Аксолары получил огромное удовольствие. Начиная со сборки и вплоть до создания этого обзора. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, на мой паблик ВКонтакте. Там я публикую то, что остаётся за кадром, анонсы, новости, непонятные шутки, рисунки, самоделки. Много всякой-всячины о кино и комиксах. Ииии это далеко не весь список. До новых встреч! Дизайнерам передаю большое спасибо за то, что они не...